Кабачков у меня, похоже, будет форменный завал в этом году. Очень хорошо завязываются. Сейчас очень жаркая погода стоит. Сейчас небольшой дождик прошел, а до этого, наверное, больше месяца не было дождя. Уже все забыли, что это такое. Колодцы пересыхают, поэтому огород приходится поливать практически каждый день. Но, несмотря на это, кабачки очень хорошо завязываются. Всем привет! Сегодня 21 июня. Я пришла в огород для того, чтобы снять урожай кабачков. Они уже достигли того размера, чтобы можно было ими полакомиться. И заодно сегодня расскажу о том, что я делаю для того, чтобы получить ранний урожай. И чтобы кабачков было как можно больше. Как раз таки первый способ, это снимать первые кабачки как можно раньше. Даже если они не достигли того размера, какой бы нам хотелось. Поскольку это постимулирует образование, завязывание остальных кабачков. Поэтому именно это сейчас я и произведу вот этим кабачком большим. Вот такой вот здоровенный. Лучше, конечно, не давать кабачкам задержаться слишком долго на растении. Потому что он мешает завязыванию других плодов. Теперь после сбора урожая остальные будут завязываться гораздо быстрее. Следующий момент это то, что кабачки очень отзывчивы на азотные удобрения. Все знают о том, что они здорово растут на компостных кучах. Но иногда можно заметить, что на кабачках только мужские цветы. Они стремительно образуют мужские цветы и не стараются завязывать женские цветы. Мужской цветок отличается длинной цветоножкой. Вот он в цветущем состоянии. А женский цветок, вот он сразу имеет такое утолщение. Вот здесь это, вот этот цветочек, этот еще не раскрывшийся бутон, это женский цветок. И как раз таки это может быть чрезмерное образование мужских цветов. Может быть связано с тем, что наше растение попросту жирует. Если мы продолжаем их обильно сдабривать азотными удобрениями, зелеными удобрениями, подкормками, содержащими азот, то они могут жировать. Здесь все то же самое, как и с томатами. Кабачки тоже могут начать жировать. Они будут наращивать мощную ботву и также образовывать множество мужских цветков. Поэтому проанализируйте, как часто вы поливаете кабачки азотными удобрениями. Обрывать все мужские цветки в надежде на то, что появятся женские, абсолютно неправильно. Потому что они необходимы для того, чтобы привлекать насекомых на этот участок. И первые цветки, образующиеся на кабачках, всегда мужские. Женские несколько позже начинают появляться. Как видно у меня, я совершенно не занимаюсь обрыванием мужских цветков. И если с растениями все хорошо, то плоды образуются прекрасно. Это абсолютно не мешает. Потому что мужской цветок, его век короток. Он очень недолго задерживается на растении. Он очень быстро отцветает. Справляется со своей ролью по привлечению насекомых. Обязательно оставляйте какое-то количество мужских цветков. Для того, чтобы ваши женские цветки, появившись, не остались неопыленными. Плохо образовываться кабачки могут также в том случае, если они находятся в постоянном затенении. Чтобы помочь этому, необходимо убрать лишние листья. Длишком много листьев удалять сразу не стоит. Можно начать с самых нижних, тех, что касаются земли. Чтобы они не служили источником распространения инфекции. Старые, пожелтевшие листья можно снимать смело. Жаркая погода также мешает завязыванию кабачков. Потому что пыльца на солнце, если температура превышает 30 градусов, становится стерильной. В этом случае может помочь опрыскивание бором. 5 грамм на 10 литров воды. Опрыскать в полистве. И это очень хороший стимулятор образования плодов. Сырая погода также может мешать завязыванию плодов. Потому как пыльца отсыревает. И это также мешает завязыванию плодов. По этой же причине нежелательно поливать кабачки по цветкам. Что называется по головам. Лучше делать это под корень. Для того, чтобы пыльца не отсыревала. Кабачки очень не любят кислую почву. И по этой же причине чрезвычайно отзывчивы на подкормку золой. Поэтому при посадке желательно в лунку закладывать золу. Либо проливать зольным настоем свои растения. Калий, который входит в состав золы, также способствует образованию завязей. Если мы замечаем, что женские цветки все же образуются, но не опыляются. Можно помочь растениям и сделать это вручную. Просто взять мужской цветочек и женский, когда он раскроется. И чтобы пыльца мужского растения попала на женский цветочек. Вот таким образом можно помочь своим растениям поскорее опылиться. Вот такой урожай я собрала сегодня. Возможно какие-то советы, которые я применяю для своих растений, пригодятся также и вам. Спасибо, что подписываетесь на мой канал. Всем отличного урожая. Всем пока.